Привет, я Женя, а это виртуальный шлем от сайта знакомств Tinder. Создатели сервиса решили пошутить и сделали свой гаджет для двоих. Он ничего не показывает, кроме глаз собеседника. Разработчики уверены, для счастливой жизни надо почаще смотреть друг другу в глаза и пореже играть в виртуальные игры, но мы так не считаем. Так что оставайтесь со мной и узнаете, как еще сделать свою жизнь интереснее. Сегодня в выпуске робот руки для помощи по кухне, новый рекорд пребывания в виртуальном мире, VR-платформа для стройной фигуры и упругих мышц и новая консоль от Nintendo. Как известно, новинка от Nintendo Switch не имеет никакого отношения к виртуальной реальности, да и компания, похоже, махнула рукой на новые технологии. Но не тут-то было. Появились новые контроллеры, которые заставили усомниться, что корпорация не намерена адаптировать приставку под VR. Судя по рекламному ролику джойстиков Joy-Con, это вполне себе полноценные контроллеры для VR. У них есть акселерометр, датчики, возможность отслеживания движения и даже жестов рук. Джойстик умеет различать, что вы показываете пальцами – камень, ножницы, бумага. Спрашивается, зачем? Ведь новая Switch – это просто компактная приставка, на которой можно рубиться в Марио. Поползли слухи, что Nintendo не так уж проста и скоро хоп, да и вытащит из рукава шлем для консоли. Но пока компания молчит, как партизан, и ничего не комментирует. Остается ждать. Кстати, сама Switch выйдет 3 марта и будет стоить 300 долларов. И еще немного про Nintendo. Помните, как компания поработила мир игрой Pokemon Go? А ведь даже не предупреждала, что готовит планете такую подставу с Пикачу. Так что молчанка – вполне себе корпоративный стиль. Кстати, Pokemon Go начали запрещать. Теперь в Китае эту игру называют Pokemon No. Поднебесной игру взяли и выпилили. Правительство решило, что покемоны вредят населению, мешают работе и выводят из состояния дзен. Тем более китайцы – народ ответственный и подходят к процессу слишком серьезно. Видите эту толпу людей? Она бежит за Снорлаксом по Тайпею, снося все на своем пути. А эта толпа тоже покемонщиков, которые сошли с ума в погоне за добычей. В общем, партия решила хватит. Теперь играть в игру можно только нелегально, скачивая ее кривым путем. Ну, или поехать в Индию. Там игру разрешают и даже сочиняют в ее честь песни. А этот любитель дополненной и виртуальной реальности прославился на весь мир не танцами и плясками, а рекордом. 48 часов провел в виртуальном шлеме, тем самым побив предыдущее достижение американца, который выдержал в виртуальном мире всего сутки. С 8 по 10 января, пока все приходили в себя от Нового года, основатель берлинского фестиваля инди-игр Торстен Виттман ушел в себя на пару со шлемом HTC Vive. Целых 48 часов он играл в разные игры и даже не пикнул, не протошнился и не упал в обморок. Правда, на 25-м часу у него случилась паническая атака, но он перенес припадок и продолжил дальше. Таким образом, немец побил рекорд Дерека Уостермана. Тот выдержал в шлеме всего сутки. Все это время он играл в приложение Tilt Brush, пока его не начало тошнить и он не словил галлюцинации. Не думайте, Tilt Brush на самом деле очень хорошее приложение и тошнит от него крайне редко. Google даже создал специальный проект, в котором художники творят в этой программе шедевры и учат всех желающих рисовать. Google решил показать миру, что Tilt Brush для HTC Vive это не какой-то там каля-маля, а профессиональная программа. Поэтому в новый проект под названием Tilt Brush Artist in Residence корпорация позвала именитых художников, которые теперь целыми днями ваяют красоту. Среди них даже мультипликатор русалочки Глен Клин. Посмотреть на шедевры можно на сайте приложения. Также скоро будут доступны бесплатные мастер-классы. Так что, если давно мечтали сделать что-то эдакое, не пропустите новые ролики. Если обучение рисованию пока в ваши планы не входит, а вот физику и точные науки подтянуть не мешало бы, то вот вам отличный способ без скучных книг. Компания General Electric запустила виртуальный сериал о научных экспериментах. Стать очевидцем опытов можно просто набив виртуальные очки. Сериал называется The Possible. На днях в сети появился первый эпизод «Привет, робот». Благодаря сериалу 360 зрители могут стать участниками различных экспериментов, наблюдать за природными и физическими явлениями, а также парить в воздухе, гулять по диким лесам и общаться с роботами от легендарной компании Boston Dynamic. Премьера первой серии состоялась в Нью-Йорке. Если проект окажется успешным и привлечет большое количество зрителей, то компания будет снимать еще. Ну а пока в общем доступе будет всего 5 серий. После просмотра фильмов хорошо бы размять косточки и мышцы. Тем более появился тренажер даже для самых ленивых. Пока делаешь упражнения, кажется, что паришь в небе или плаваешь в океане. Называется виртуальный тренажер Icarus. Это даже платформа виртуальной реальности, но не для игр, а для занятий спортом. Установка очень похожа на ранее представленный Birdly, который делает из пользователя птичку, парящую в облаках. Но Icarus посерьезнее. Он помимо рук еще и попу с ногами качает. Устройство сделано специально для тех, кому быстро надоедают однообразные движения. И не важно, что со стороны вы выглядите довольно глупо. Зато в виртуальных очках у вас наикрасивейший вид. Когда Icarus появится в продаже и сколько он будет стоить, пока неизвестно. Но многие уже заинтересовались. После занятий активным спортом не мешало бы чем-нибудь подкрепиться. Жалко готовить лень. Если у вас та же проблема, есть отличное решение. 3D принтер. Он наконец-то появился и печатает пиццу. Компания Natural Machines представила миру принтер Fudini, который призван существенно упростить жизнь домохозяйкам и человечеству в целом. В него нужно будет просто загрузить необходимые ингредиенты и на выходе получить блюда своей мечты. Пока принтер печатает еду лишь из ограниченного числа продуктов – теста, шоколада и хумуса. В будущем разработчики планируют пополнить список блюд, которые может выдать устройство. Инженеры компании уверены – лет так через 15 пищевые 3D принтеры станут такими же популярными, как духовка или микроволновая печь. А этот гаджет, о котором я расскажу вам напоследок, сделан для самых-самых ленивых. Это робот-кухарка. И он не только готовит еду, а еще и моет посуду. Не женщина, а мечта в общем. Только у нее ничего нет, кроме рук. Ручки-поварешки придумала компания Moly Robotics, основанная российским робототехником Марком Олейником. Как вы уже заметили, это не только руки, а еще и кухня, и система хранения, и сенсорная панель. Выглядит аппарат довольно стрёмно, зато по заявлению разработчиков, к моменту выхода будет готовить аж 2000 блюд. Главное, чтобы робот не налил вам в салат фейри. Техника все-таки тонкая штука, тем более имеющая доступ к кухне. Это были все новости на сегодня. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии и всегда будете в хорошем настроении. Всем пока! Хочешь быть в курсе всех новинок в сфере виртуальной реальности и видеоигр? Кликай вот сюда и смотри больше интересных выпусков новостей от 3DWR. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok